Приветствую, братья и сестры! Мы наши взрослые, но настолько они были сконцентрированы, и это не так просто в их возрасте вот такого добиться. Я благодарен родителям, что столько труда вложено, и руководителям, которые могут нам показать вот этот вот результат в наших детях. Слава Богу, это наше поколение, которое должно вырасти и пополнить нашу церковь, и будем за них молиться и благодарить Бога, что так Бог ведет нас. Мы продолжаем беседовать и размышлять на тему о пришествии Христа, которая записана в первом послании к фестилоникинцам. И, в общем, мы заканчиваем пятую главу и заканчиваем первое послание. И у нас еще есть одна здесь мысль, которую мы хотели бы с вами разобрать. И вы знаете, эта мысль, может быть, не такая детская, это мысль очень серьезная, ответственная. Я думаю, что детки потерпят, наберут терпение, чтобы нам вместе поразмышлять. Я бы хотел прочитать с 23 стиха, первое послание к фестилоникинцам, пятая глава и до конца. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который сам и сотворит это. Братья, молитесь о нас. Приветствуйте всех братьев лапзанием святым. Заклинаю вас, Господом, прочитать это послание всем святым братьям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Это послание апостол Павел пишет фестилоникинцам одной из церквей, которые он очень любил. И не только любил, он ее настолько ценил, и он в этом послании, он показывает, насколько было сердце его приложено к ним. Он говорит, вы наша слава, вы наша надежда. И в конце он говорит, вы являетесь венцом похвалы моей в день пришествия Христа. Почему он так говорит? Эта церковь была молодая. На то время, когда апостол Павел писал это послание, это была молодая церковь, как и многие молодые церкви в то время. Но она настолько быстро взяла курс на развитие в Господе, в Духе Святом, что он ее называет, это венец славы моей. Не каждой церкви можно это послать. По одной причине, что эти люди, будучи молодыми, апостол Павел эту церковь организовал, будучи там всего три недели. Три субботы он там проповедовал, и церковь организовалась. И он показывает нам, насколько эта церковь была серьезная. Поэтому те темы, которые мы проходим по этому посланию, они касаются церкви. И апостол Павел показывает, и мы проходили эти темы, отношения между друг другом, отношения к служителям, к греху, ко многим вещам. И вот еще одна мысль, которую он здесь показывает нам, это сохранение себя в чистоте от пороков. По сути, было бы легко понять, если бы он сказал бы, чтобы Господь сохранил нас от греха. Это было бы нам просто понять. И это может быть только начало жизни, начало пути христианина, когда он кается, Господь освобождает его от греха. И тогда можно говорить. И люди, младенцы во Христе, они рассуждают, что грех, а что не грех. Что можно, а что нельзя, а что написано в Писании. И до какой поры можно идти и не грешить. Но апостол Павел призывает нас к очень важной теме. И она касается нашей внутренности. Он говорит, Бог да осветит вас во всей полноте. Очень интересная мысль освящения. Она в Писании объясняется как очищение. Освящение есть очищение. И он говорит, Господь да осветит вас во всей полноте. То есть сто процентов. Вся наша внутренность должна быть освящена Христом. И потом он говорит, да сохранится во всей целости. В пришествии Господа, Иисуса Христа. И от чего? От порока. Чтобы нам понять, о чем Павел говорит, мы можем обратиться к словарю. И там нам скажут, что такое порок. И они так объясняют. Порок это нравственный, духовный недостаток. Или отрицательное моральное качество человека. Проще это духовный недостаток или отрицательное качество человека. И мы скажем, но это может быть даже и не грех. И мы можем к этому относитесь. Но мы все, конечно, не святые. И кажется, что понятно, что невозможно до конца быть со процентов чистым, похожим на Христа. Но апостол Павел говорит, осветит и сохранит вполне. То есть полностью и наш дух, и душа, и тело. Оказывается, порок может осквернять наш дух, или нашу душу, и наше тело. И апостол Павел говорит именно об этом. Еще в древности философы пытались понять этот феномен, что такое порок. Начиная от Аристотеля, который жил еще 300-350 лет до нашей эры, и дальше они размышляли и обмысливали, что такое порок. Откуда он появляется? И как он влияет на человека? И в общем на общество? И вы знаете, они пришли к такому мнению и выделили, или может быть отделили, семь основных пороков человечества. Это светские люди, которые просто размышляли над тем, что такое порок. Вот они назвали семь их. Это тщеславие, зависть, похоть, жадность, чревоугодие, лень и гнев. И мы все можем размышлять и подумать, что вероятно мы встречались с такими пороками в жизни. Может быть своей, может быть с окружающими. И этот список можно продолжить. Такие как хватовство, обида, лесть, лицемерие, лицеприятие и многие другие. Они, может быть, не такие заметные, но они такие же зловредные. И вы знаете, мы с ними живем. Будучи освобожденными от греха, мы думаем, вот теперь как бы все нормально. Но Господь показывает, что, оказывается, это не все. Путь освящения только начинается и освобождение, вот это вот очищение, оно только началось. И это пища не для младенцев, которые думают, а зачем нам это? Господь показывает, что эта церковь была очень серьезной и на ее страницах, в этом послании, он и нам говорит это послание, чтобы мы задумались над тем, а что такое порок? Как он будет влиять на нас, на наше общество и вообще на церковь? Мы часто об этом не рассуждаем и нам кажется, что, ну, это такая тема личная и мы ставим на это как бы такое табу или какую-то, может быть, вывеску, где написано посторонний вход воспрещен и мы это скрываем часто. Но Господь именно это хочет высветить и очистить, потому что оно является порочностью. И когда мы говорим о пришествии Христа, о приготовлении церкви, то Он именно эту мысль говорит, что чтобы мы были очищены. Мы часто, имея такие, может быть, один из таких пороков в своей жизни, в своем характере, и мы трудимся Господу. Мы несем какой-то труд, мы развиваемся, мы даже занимаем посты, и мы не замечаем, что это может быть влиять на служение Господу. И вы знаете, наше отношение к этому, оно может быть заниженное, и мы к этому привыкаем. Но мне бы хотелось посмотреть, как на это смотрит Господь, как Он реагирует на то, что когда человек приходит в служение, но неся в себе вот такое отрицательное какое-то качество. А ну, знаете, как вот та притча о плевелах, когда пшеница посаженная, и Он говорит Господь, что пришел ночью враг человек и посеял плевелы. Посеял плевелы, и они растут, и мы на это не реагируем. Но в отличие от той притчи, Господь говорит, что это нужно очистить, это нужно освободить, и Он это делает. Я хочу прочитать одно место, которое всем нам знакомое, но прочитаем его в контексте нашего рассуждения, я думаю, что оно нам будет открыто в другом виде. Давайте откроем послание Коринфианам, первое послание Коринфианам, 13 глава, все это место очень знают, и мы слышали, и на разные темы оно интерпретируется. Но мы хотели прочитать 13 главу с 1 стиха по 7 стих, ну, с остановкой. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая, или кимвал звучащий. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так, что могу горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Давайте приостановимся на этом месте и поразмышляем, о чем апостол Павел говорит в этом месте. Что он подразумевал по слову «любовь»? Вообще подумать, что человек достигает духовных результатов, таких, что веру всю познал, что он может делать чудеса, плюс он может отдать свое имение, свое имущество в жертву и отдать свое тело в жертву. Это не суицид. Это на благое дело человек жертвует свою жизнь. Это серьезное, как бы, достижение. Но вдруг апостол Павел говорит, «Он не будет иметь никакой в этом пользы». Почему он так говорит? По сути, невозможно представить эти действия без любви, но он так говорит. Мы познаем или как бы воспринимаем любовь в трех сферах. И вот первое – это чувство. Оно нам всем известное, когда мы чувствуем любовь. Когда человек пришел к Господу, он покаялся, он очищен от греха, и он чувствует любовь, он готов обнять всех. Он живет таким восторгом, потому что чувства приполняют его. Или кто-то, может быть, из молодых влюбился, и все могут увидеть, что, да, это человек влюблен, потому что чувства переполняют. Это нам понятно. Вторая часть. Когда мы познаем любовь, это в действии. Слова словами, но чтобы доказать любовь, необходимо что-то делать, какие-то дела любви. И мы так же понимаем. Написано в Писании, да, что Иисус Христос, Бог доказывает любовь к нам тем, что Иисус Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Богу нужно доказывать любовь действиями Христа, то есть Он отдал себя в жертву. И мы это тоже можем понять. Но вот третья часть познания любви, это состояние или качество. И тут немножко нам сложнее. И мы читаем место одно, которое записано в первом послании Иоанна, четвертая глава, шнадцатый стих, вторая часть стиха. Бог есть любовь. Пребывающие любви пребывают в Боге, и Бог в нем. О чем Он говорит? Это не чувство, это не действие, это качество Бога. Сам Бог проявляется в любви, Он любовь. И мы познаем любовь Бога в Иисусе Христе и через Иисуса Христа. И когда мы понимаем, что это образ Христа, это Его характер, это Его внутренность, то мы можем туда и подставить сюда это место, это понимание, и можем прочитать дальше, и нам будет понятно. Я хочу прочитать четвертого стиха, как оно есть. А вы можете поставить вместо любовь имя Христа, слово Христос, и будет понятно, что Он имел в виду. Читаем. Любовь, то есть Христос, долго терпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Мы видим образ Иисуса Христа. Это то, что называется любовью. Иисус Христос, это Его характер. И мы говорим, что это идеальный характер который мы можем представить. Это образ Христа. И тогда мы понимаем, что не имея Христа, человек трудится, чего-то достигает, и она оказывается пустотой. Просто Божьи стандартны, а не выше наших. И когда мы с чем-то соглашаемся, понимаем, что может быть нормально, так как все. Господь говорит, нет, а я это не принимаю. Для меня это ничего не значит. По одной причине, что я не преображен в образ Христа. И вы знаете, если здесь поставить любое имя вместо любовь, и вы увидите, что это образ христианина, к которому мы стремимся. Тот, который Господь хочет видеть в нас. Хотя это сложно. Мы видим такие качества, которые для нас может быть и недостижимые, но Господь говорит, не приму вашу жертву, не приму ваш труд, если вы не будете такими. У нас один выход только. Со Христом соединиться. Быть с Ним одно целое. Как Христос говорил, видевший меня, видел отца и моего. Я и отец одно. Так Он говорит нам, если пребудете в любви, и отец мой пребудет в вас. Вот такой закон Господь нам показывает, что то, что мы должны меняться, это непросто. Но Господь знает, как это сделать. Мы продолжаем мысль, кто понимал по-английски. Павел, брат, говорил, что страдания они ведут к Господу. И то, что происходит там, Господь знает. И вот мне бы хотелось вместе с вами порассуждать на тем, а как этого достичь? Как можно приобрести вот такой характер и освободиться от того, что мы имеем? Мы понимаем, что тот характер, который мы имеем, он унаследован от наших родителей. Генетический закон, он действует. И плюс мы еще приобретаем характер. И вот то, что в нас есть, Господь говорит, я хочу очистить. В мое пришествие вы должны быть очищены, как церковь Христа. Я читаю еще одно место, которое записано в послании к Ефесянам, пятая глава. Апостол Павел говорит о церкви, с 22 стиха он вдруг переходит на сравнительную форму мужа и жены. Я не буду читать все из-за краткости времени, но хочу прочитать, давайте прочитаем с 25 стиха по 27. Мы это место знаем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Смотрите, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Апостол Павел говорит о мужа и жене и потом переводит наш взор на церковь и на Христа. И он говорит, тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Почему он сравнивает мужа и жену и вдруг сравнивает с церковью и Христом? Потому что он говорит тайну о мужа и жене. Там формируется церковь. Может быть, это звучит очень банально, но я вам скажу, что в церкви только показывается образ, который мы имеем в нашей семье. Давайте немножко порассуждаем и помечтаем о том, как происходит. Молодая пара влюбились друг в друга, готовятся к свадьбе. Они имеют каждый свой характер, имеют свои негативные и положительные качества. И они обычно не скрываются. Один человек сказал, говорит, такая мудрость, покажи мне свою будущую тещу и я скажу тебе, кто будет у тебя жена. Помните такое, да? Потому что ни один из влюбленных они не покажут до конца свой характер. Они мечтают о том, что они поженятся и будет у них все счастливо, и они будут наслаждаться. Проходит, как называют месяц, лунный месяц, возвращаются домой и вдруг все идет не так, как они планировали. Вместо того, чтобы была радость, утешение, наслаждение, вдруг начинаются трения. Потом искры, потом молнии, и мы понимаем, мы говорим, ну это характеры, вот притираются. Мы так допускаем, мы понимаем, что так, ну есть, такое происходит. Ну проходит месяц, два, год, три. О, что-то не то. И некоторые не выдерживают и говорят, нет, лучше зайти, потому что невозможно так жить. И мы говорим, мы просто говорим, Господи, а это ты хотел, вот эта вот семья, которую ты планировал, чтобы мы могли вот так жить? Нет, конечно. Но Господь допускает это с одной целью, чтобы преобразить свой образ. Мы говорим, ну вот это, конечно, не хочется. Каждый человек, он от страданий избегает. И наша так плоть устроена, что мы любым путем избегаем любых неудобств, дискомфорта, страданий. И мы ищем, как из этого избежать. Но Господь говорит, страдания нужны вам. То, что мы слышали в первой проповеди и продолжаем эту мысль, что Господь усматривает для нас страдания. В Писании написано о Христе. Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию. Нам трудно понять эту мысль, Сын Божий воплотился в человека, зная, зачем Он пришел, имея божественный свой характер. И вдруг написано, что Он должен бы страдать, чтобы навыкнуть или привыкнуть быть послушным к Своему Отцу. Что происходит в нашей жизни? Господь, пользуясь этим же методом, чтобы мы могли быть похожи на Него, Он нам дает страдания. Некоторые люди говорят, ну ты пришел ко Христу, теперь все, Он взял наши болезни, наши немощи, и мы будем жить. Нет, это неправда. Господь христианину, Дитю Божию дает больше страданий, чем этот мир несет. Иногда мы думаем, а за что? Почему в семьях такие страдания? Одна причина. Господь хочет сделать церковь свою славной. Вы знаете, такой пример, много часто в Библии написано о золоте, которое сравнится с человеком, с душой человека. И золото будет славной и драгоценной в том случае, если оно пройдет через огонь. Вы понимаете, когда золото, оно кусок, он золото, он не очищенный, мы понимаем, что он не ценный. Чтобы это золото, которое должно войти в царскую корону славы, оно должно быть очищенное. Оно должно быть привести в такой вид, чтобы оно было ценность. Кроме того, когда огонь посещает золото, оно становится мягким, оно становится эластичным и способным приобрести любую форму. И при этом происходит очищение. Вся вот эта вот примеси, которые находятся там вместе, они отделяются. И это принцип, который Бог использует, и Он использует семью. Почему мы говорим, что в семье? Ну, конечно, это не всю жизнь. Мы видим, что некоторые люди страдают год-два, много, а потом и всю жизнь. А в конце смотришь и расходятся. Как так получилось? Люди не поняли, они говорят, это мой крест на всю жизнь. Нет. Крест не в этом заключается. Эта мысль приходит только в том, чтобы мы могли измениться и образ Христа преобразиться. Вот это нужно делать. И вы знаете, приходит ответственность, когда мы говорим о семье, мы всегда имеем в виду детей. Если человек не смог измениться в короткий срок, когда у нас дети рождаются, наше переходит в них. Вот то негативное, которое может быть в нас, оно в них переходит. И многие родители это видят и потом каются и думают, как так получается? Это закон. И вы знаете, больше того, если мы не смогли найти в своей семье общее, прийти к единодушию, к единомыслию, то вот эта сфера, которую мы составляем для ребенка, он в ней растет. И почему я говорю, что церковь это только показатель образа Христа, но он формируется в семье. Вот те, какие мы есть, то, что мы из себя представляем, когда Бог с нами работал дома, в наших семьях мы приходим в церковь, и мы несем вот себя и наши дети вот такие, какие мы есть. И когда мы говорим об образе Христа, когда мы понимаем, что церковь должна отображать образ Христа, она есть слава Его, в Писании имеется слово слава как отображение или образ. Мы знаем такое место, что жена есть слава мужа, а дети слава родителей. Церковь это слава Христа. И когда мы приходим в церковь, мы понимаем, что или мы славим имя Христа, или мы Его бесчестим. Апостол Павел, говоря о семье, он говорит, он имел в виду церковь. Когда он говорит о церкви, есть два показателя, которые мы формируем в семьях. Это или разделение, или единомыслие. То, что мы должны добиться в своих семьях, Господь говорит, такое же должно быть и в церкви. Апостол Павел писал послание к Орифианам, это была другая церковь, она была молодая, но она по-другому себя вела. И мы много читаем об этом и берем примеры, как бы для того, чтобы понять, что происходило. И он говорит в 3 главе в 1 послании, он говорит, братья, я не мог говорить с вами как с духовными, как с плотскими, и как с молодецами в Христе. По какой причине? Он говорит, между вами разделение. Ну как бы ничего вроде бы, ну как разделение. Но он говорит, это показатель плотского христианина, плотской церкви. И вы знаете, они говорили всего лишь навсего, я Павлов, я Аполосов, я Кифов, а я Христов. Вроде бы грубки, вроде бы церковь, но так Господь не усматривал. И мы видим уже результаты, мы читаем в 11 главе этого послания, братья часто читают эти места на вечерю. Ну немножко раньше он говорит, когда вы собираетесь на вечерю, он говорит, вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Одна из причин, он говорит, между вами разделение. В чем он проявляется? В то время люди приходили на вечерю, они несли свою пищу. Так было. И он говорит, каждый из вас старается или торопится скушать свою еду, не думая о другом. И он говорит, один бывает насыщен, упивается, а другой голоден. Это разделение, которое показывает о том, что я заботюсь о себе и о своих. Я не заботюсь о другом. Мы говорим, ну вот у них было разделение там, кому они принадлежат, Павлу или там, Кифе. А мы говорим, ну сегодня такого же нету. Ну дьявол придумает разделение другие. Мне пришлось иметь отношение с City Lights, это государственная организация, которая дает энергию к домам, к нашим. Я коснулся их и мне нужно было подключить электричество, и я пошел к ним, они им дали такую цену, которую я не мог как бы даже вообразить, что вот такую цену не дают. Я начал как-то разбираться, понять, думаю, где же найти правду, я же хочу справедливо. Я ходил к менеджеру, к директору и потом к кассиру, ко всем, и я понял, что как замкнутый круг. А мне одна говорит, ты заплати, не бейся, там семья, там родственники, они тебе не дадут ничего. И для меня был шок, что как бы в этой структуре есть вот такое родственное как бы отношение и там вот такой закон. Но если этот закон проникает в церковь, то беда в церкви. Для нас родственники это всегда ближе, дороже, и мы в первую очередь попечемся о наших близких. Но Господь говорит, я не об этом думал, я не об этом говорил вам, когда он говорил, что, но он сразмерил церковь так, членов тела Христа, то есть тело свое, что внушив о менее совершенном большее попечение. и он дальше говорит, да вы как, все члены заботились друг о друге и не было разделения между вами. Вот два показателя, которые нам говорят, что когда мы можем просто разделяться, это разделение может происходить и на другие сферы, просто друзья, там, по способностям, по положению, просто как бы вот, ну, единомышленники. Но Господь это все развеет и говорит, церкви так не должно быть. Церковь должна показывать образ Христа. И если этого нету, он будет работать. Некоторые нам говорят, что у вас происходит в церкви, там сплошные страдания. И вы знаете, ответ один. Господь любит нас. И он нас преображает в свой образ и делает нас церковью, которая славная, которая ждет своего Господина. Если он имеет славу выше, его имя выше имен всех, его слава превыше всего, то он говорит, церковь моя должна быть подобная мне. И тогда мы понимаем, Господи, тогда пускай будет так. Потому что он хочет, он будет все равно. Если я в семье своей не научился повиноваться Господу, иметь образ Христа, он найдет чем в другой ситуации, как это сделать. Но если он нас любит, если он заботится о нас, он все равно будет из нас сделать подобных себе. И Господь нам это показывает. В наше время выходит. Мне бы хотелось поблагодарить нашу церковь. В четверг был день благодарения. Многие входили и говорили благодарности. У меня пришла мысль тоже. Вот уже почти год, как Рубинка ставил нас, да? Господь многое произвел. Но меня сильно радует и вдохновляет одна мысль. Вот как мы читали, Господь внушает. Это выше наших правил, это выше наших убеждений. Господь внушает, Он влияет на наше сознание, и оно работает по-другому. И вот вы знаете, я бы хотел поблагодарить церковь и Господа, что Господь работает в нашей церкви. Когда братья готовились и предлагали какое-то одно просто дело совершить, то братья говорили, что 10 человек отзывались, и уже не нужно было говорить, нет, мы хотим. Хотим поучаствовать, потому что написано, страдает один член, страдает с ним все тело. Радуется один член, с ним радуется все тело. Вот чего Господь хочет добиваться в наших сердцах, в нашей церкви, во всех церквах, которые Он печется и готовит. Страдает один член, страдает с ним все тело. И вы знаете, я вспомнил, когда Моисей, Господь ему повелел построить скинь ее. И вот интересная мысль была, Господь там уже показал прообраз церкви. Когда Он объявил, чтобы все несли у кого что есть, будет строиться скинье. И написано, каждый шел по внушению сердца. Вот по зову сердца шел и нес то, что было на сердце расположено. И вы знаете, через время он сказал, все достаточно, мне больше не надо. А люди несли и несли. Можно добиться просто правилами, но не будет тот результат. Когда Господь меняет сердце, когда Господь проображает свой образ, то результат полностью другой. И тогда увидят, написано, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Любовь, опять же, это проявляется в характере, в очищенном, в преображенном характере каждого христианина. Тогда мы будем славить Господа. Еще одна маленькая ремарка, мы будем молиться. Я думал, не говорит, но хочется сказать. Прошлое лето, вот это лето, которое было, мы имели очень прекрасный лагерь, выезд. Вы знаете, в один момент мне показалось, вот такое было общение, что вот бы сейчас пришествие было бы, да, все общее, наши дети с нами, вместе кушаем, вместе молимся, общение такое возвышенное, это счастье, это было благословение на это время. Но у меня такой будет небольшой вопрос, там всего было два здания, где можно было жить. Одни очень шикарные, коттеджи двухэтажные, другие, ну, баракцевого типа, комнатки. Нету ни у кого ни обид, нету ни у кого никакого нарекания, слава Богу. Ну вот, когда получилось так, что объявили, что будет регистрация, и нам позвонили, говорят, запишитесь, потому что вот началась, я говорю, окей, прошло немножко времени, и мы потом звоним, говорят, ну, уже поздно, оказывается, три часа, и уже коттеджи были все занятые. Ну, это по-нормальному, кто не успел, тот опоздал, это обыкновенные вещи. Но, когда мы смотрим на славную церковь, когда мы понимаем, что Господь готовит церковь, то вот те мерки, которые применяются в этом мире, Господь не хочет, чтобы они применялись. И вот у меня такой вопрос, как можно было вот это сделать, чтобы было в таком понимании о менее совершенном большее попечение. Просто для нас такой вот вопрос, и он пускай будет открытым. Нас вовремя пришло молиться. Мне бы хотелось одну мыль сказать, и будем молиться. что нам необходимо делать перед Господом, чтобы Он с нами работал, чтобы Он нас изменял. Первое. Мы, как дети Божьи, имеющие Дух Божий в себе и совесть, которая она работает выше, чем у мирского человека, услышать голос Божий. Второе. Понять, что Господь хочет. Ведь то, что живет в нас, мы обычно это скрываем. Мы никому не говорим, но только мы знаем и Бог знает. Если это негативное или отрицательное качество, которое мы называем пороком, оно для нас, может быть, звучит немножко трудновато, порок, да? Но это так и есть. И Господь, если хочет нас от чего-то освободить, Он нам скажет, и нам нужно понять. И третье. Нам необходимо повиноваться. Как бы нас Господь не повел, какие бы ни были трудности или испытания или страдания, Бог знает, Он не даст больше, чем мы можем вынести. Поэтому Господь готовит нашу церковь. Он готовит тех людей, которые способны понять и принять от Господа то, что Он говорит. Всем понимаем, что времени очень мало осталось. И для церкви, чтобы она была восхищенная, Господь говорит нам, преобразуй в мой образ. Только то, что будет очищенное, только то, что будет преображенное, я его приму. И еще одно место, которое, оно очень, звучит, очень тяжело. Ивангелие от Матфея в седьмой главе сам Христос говорит. Многие в тот день скажут мне, Господи, Господи, не твоим ли мы пророчествовали, не твоим ли именем чудеса делали, не твоим ли мы бесов изгоняли, да. И Он говорит, тогда объявлю им, отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас. Вот это место, оно будет страшным для тех, кто не захотел, для тех, кто не стал повиноваться Духу Божьему, чтобы в его образ преображаться. Пусть нас Господь благословит и даст нам мудрости и понимания духовного, чтобы, когда мы еще на пути, когда еще есть время изменяться, чтобы Господь мог вести свою работу с нами. Доводит ему имя прославленного нашего Бога, Отца Сынского, Святого Духа. Аминь. Будем молиться. Продолжение следует...